Девушки отдыхают На парковке МГУ обнаружили самодельное взрывное устройство. Объектом мог стать любой студент, преподаватель, любой человек, который приезжает в университет. Борьба за кресло ректора Одесского национального медуниверситета продолжается. Фактически произошло рейдерское захопление в будильном ректоре. Буйство стихии, масштабный пожар с пострадавшими, а еще стрельба в активиста. Об этом и не только. В следующей рубрике «Дайджест» наши корреспонденты подготовили материал о самых громких событиях этой недели. Масштабный пожар произошел на этой неделе на улице Дальницкой в помещении СТО. Известно, что во время тушения объекта пострадали четверо спасателей. Их доставили в больницу. По информации ГСЧС сигнал поступил около девяти вечера. На складах первого и второго этажей горели смазочные материалы и неустановленные вещества. Также постоянно что-то взрывалось. Полностью погасить огонь удалось за два с половиной часа. А вот один из пожарных автомобилей, который спешил на ликвидацию возгорания, по пути попал в ДТП. Нерастаможенный посад двигался от автовокзала, а пожарный расчет с проблесковыми маячками и звуковым сигналом по Дальницкой в сторону заставы. На пожар дел спасателей так и не доехал. А вот жилой дом на пересечении улиц Тургенева и Почтовой рискует уйти под землю. Именно этого опасаются местные. Говорят, тут еще полгода назад возник большой провал, а недавно в яме появилась вода. Жители, по их словам, коллективно обращались в различные инстанции с просьбами решить проблему. Пока безрезультатно. И очередное нападение на активиста. В среду 5 сентября в Суворовском районе стреляли в Андрея Вагапова. Он получил ранение ног. Его госпитализировали и прооперировали. Следственно-оперативные действия продолжаются. Личность преступника еще предстоит установить. Правоохранители возбудили уголовное производство по факту случившегося. В середине недели на Одессу обрушилась непогода с дождями и ураганами. Из-за потопления рельсового полотна временно остановили движение трамвая номер 20. Вместо вагонов на линии работал автобус. Также из-за дождя подтопило некоторые улицы. Соответствующие видео одесситы выкладывали в соцсетях. Так на Приморской в районе порта из люков традиционно били фонтаны. А на Горбатом мосту водитель Деуланас не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел в Кювет. Ну а пользоваться общественным транспортом и планировать свои поездки теперь станет проще. Одесские IT-разработчики создали приложение с маршрутами электротранспорта в реальном времени. Теперь в режиме онлайн с телефона можно отслеживать движения трамвайных и троллейбусных вагонов. Программу успели улучшить и адаптировать для двух наиболее популярных платформ – Android и iOS. Транспорт Одесса можно установить совершенно бесплатно. В прокуратуре и полиция расследуют события в приюте Светанок. Напомню, советник главы Одесской АГА по вопросам защиты прав детей Артем Поланский заявил о фактах насилия в заведении. Утверждает экс-начальник службы по делам детей Алла Кирьяк, знала об этом, но умалчивала. Чиновница же утверждает, что Поланский попросту хочет ее дискредитировать. Кристина Немченко продолжит тему. Светанки журналистам явно не рады. Металлические ворота закрывают на громоздке навесной замок. Попасть в учреждение не могут даже сотрудники приюта. Калитки заперты на ключ. Все, чтобы не допустить сотрудников СМИ. Ведь по утверждению советника главы Одесской облгосадминистрации Артема Поланского, воспитанник приюта, 16-летний Дима, насиловал детей младше себя. Если те отказывались, издевался над ними. Одна из воспитательниц не верит, что ее мальчик мог обидеть младших детей. Ну, беседовали, беседы были, проводились. Я поняла, я никогда не могла подумать на этого мальчика, если он очень тоже хороший мальчишка. Это Дима, наверное, да? Да. Ну, я не работала, когда вот это было. Хороший, спокойный мальчик, послушный. Очень исполнительный. Здесь хорошо детям. Здесь они уходят, плачут отсюда. Верите? Они в те семьи не хотят возвращаться. Здесь очень хорошо. Кормят их пять раз. Прекрасная еда. Я не хотела ребенок кушать, я взяла специально, попробовала. Она после этого начала кушать. Пострадавшего мальчика перевели в другую область. 16-летнего Диму отправили в медучреждение, где работают с его психикой. Обвинения в свой адрес руководители приюта отрицают. Выложена информация неправдивая. Ребенок в приюте периодически находился, периодически. А в общей сложности он уже около трех с половиной лет у нас. Дима часто находился в учреждении. У мальчика проблемы с сердцем. Вихованец 2002 года, который имел какие-то проблемы с здоровьем, он с конца сечня по 16 червня пребывал в лекарнях. То есть в городе Одесса и в городе Киев ему заменяли кардиостимулятор. То есть дитина до этого плохо себя чувствовала, у него были приступы, он торчал в свидетельство. Тем временем, по приказу главы Одесской обл. администрации Максима Степанова, директора приюта сняли с должности. К слову, за несколько недель до случившегося в святанке провели служебную проверку. В прокуратуре и полиции начали расследование. Проводятся следственные действия ювенальным отделом полиции Головного полиции в Одессе области с метою установить весь обсяг правопорушившего места. Открыто производство по двум статьям – насильственные действия и возможное сокрытие особо тяжкого преступления. Обе предусматривают заключение сроком на 15 лет. «Якщо подтвердиться факт чинения злочину против статевой свободы, то переверятима ця информация, зараз вона переверяется щодо можливого укриття особо тяжкого злочину співробітниками цього дитячого закладу, дитячого будинку, тобто посадовыми особами, керівними особами дитячого будинку. І також у рамках цього проведения переверяться, буде переверятися саме це ж питание, вивчатися укриття злочину осадовими особами служби у справах дітей». Инцидент получил огласку после публикации Артема Поланского. В фейсбуке советник главы Одесской ОГА написал длинный пост об изнасиловании детей и сокрытий этого факта руководством учреждения. «Восьмилетний И, наиболее морально пострадавший со стороны Д, три месяца спал под кроватью и боялся вставать ночью в туалет. Рассказывать в деталях, что и как было, извините, не хочу. Когда это рассказали мне, я не спал всю ночь». Чиновник обвинил экс-начальницу службы по делам детей в умалчивании проблемы. Алла Кирияк, в свою очередь, в фейсбуке заявила о том, что Поланске попросту ее дискредитирует. «Дана публикация я черговую спробую дискредитовать меня особисто, в том числе шляхом поплюжения областного притылку для детей святанок. А в цьому закладе, до речи, живут дети, працюють люди». Напомним, около месяца назад приют святанок уже попал в поле зрения общественности. Пятилетняя воспитанница рассказала полицейской Зоей Мельник, что ее избивают старшие дети и воспитатели. «А кто бьет из воспитателей?» «Там одна Наталья Федоровна, Петра Ильича». «Бьет, да? А как они бьют?» «Ладошками, по лицу, по рукам, по желтам». После инцидента в приюте начались служебные проверки. Со временем отстранили от исполнения обязанности главу областной службы по делам детей Аллу Кирияк. Правда, сама экс-чиновница связывает свое увольнение с поступлением в институт госуправления. Исполнение обязанности начальника службы по делам детей возложили на Светлану Кузнецову, начальника отдела социально-правовой защиты. Кристина Немченко, Константин Длужневский. Итоги недели. Седьмой канал. Самодельное взрывное устройство обнаружили под машиной марки «Аудио-5» на парковке Международного государственного университета. На место прибыли специалисты взрывотехнического управления, спасатели и следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции снимать оперативные действия не разрешили. По их словам, это было необычное минирование. Поймите, есть маленькие нюансы, которые не посвящаются никому. Как оно работает и что предполагает, понимаете, да? Определенные действия. Мы много минирований снимали. Это не просто минирование. Это не просто минирование. В конце потом вам дадут информацию. Спустя время взрывное устройство обезвредили. По словам проректора МГУ, бомбу подложили под машину сотрудника университета. Автомобиль сотрудника университета. Но это означает, что объектом мог стать любой студент, преподаватель, любой человек, который приезжает в университет. Мы обезвредили очень профессионально это устройство, которое, ну, это было радиоуправляемое устройство. Это не просто было там, так сказать, что-то такое. То есть это устройство могло сработать. Также в полиции отметили, что имеются видеозаписи с камер наблюдения. Ведется следствие. Борьба за кресло ректора Одесского медуниверситета. Сейчас там параллельно действуют две администрации. И обе считают себя легитимными. А в пятницу, 7 сентября, экс-ректор Валерий Запорожан с соратниками со скандалом занял помещение ректората. Больше о конфликте в сюжете Александра Тарасенко. В пятницу около 9 утра Валерий Запорожан со своими сторонниками пробивается в здание ректората Одесского медицинского университета через черный вход. Такое действие вызывает неоднозначные реакции даже в самой университетской среде. Так соратники экс-ректора объясняют такой поступок желанием наладить работу в УЗА. Было принято решение, что нужно зайти в кабинет ректора, для того, чтобы наш выполняющий обязательный профессор Сухин смог управлять спокойно университетом. Мы на протяжении этого недели пытались найти ключи. В то же время в недавно созданной пресс-службе университета считают такие действия банальным рейдерским захватом. Разом с прошлым ректором Валерием Миколаевичем Запорожаном, они проникли в кабинет ректора, чего не имеют права делать, так как выполняющие обязательные ректора должны там находиться. И вот сейчас фактически произошло рейдерское захватывание строительства ректората. Мы вызвали полицию, как вы можете наблюдать. И вот ждем на определенные оперативные действия. На место происшествия приезжают правоохранители. Они проводят оперативные действия. В здание не пускают сотрудников СМИ и общественников. Но те, кому чудом удалось пробраться в ректорат, говорят, что экс-ректор Запорожан чувствует себя вполне уверенно. В данный момент там находится сам пан Запорожан, который ругает всем процессом. Поручи с ним, где помогают ему в действительности его незаконных действий, которые не имеют никакого отношения к Одесскому национальному медицинскому университету. И, скорее всего, они не имеют отношения к Одессе вообще. Запорожан сейчас позволяет вести платежки до казначейства, выполняющие обязательства главного бухгалтера университета. Платежки именно на получение заработных плат с работниками университета. Он позволяет это делать, потому что на них стоит подпись власной Дубинина и Владимира Гнадина. В пресс-службе университета считают это попыткой саботировать работу вуза. В то же время правоохранители продолжают проводить следственные мероприятия. К слову, они не обнаружили следов взлома замка в кабинет ректора. Потому остается только догадываться, как туда попал Запорожан и его соратники. Мы проходят следственные действия по проверке информации, что не произошло, про два правопорушения. Я уже про них вспомнил. У нас есть несанкционированный доступ и взлом сейфа. И другая информация про, наконец-то, наявность аппаратуры, радиотехнических средств, которые дают возможность прослуховывать службу и примечения медицинского университета. Напомним, борьба за кресло ректора Одесского медуниверситета длится с 31 августа. Тогда ученый совет возложил на Запорожана административные функции. В тот же день свои полномочия передал владлению Дубининой ставленник МОЗа Константин Аймедов. 3 сентября Юрия Сухина зарегистрировали как руководителя университета. Моя точка зрения, я уже ее прилюднил. Это есть четкая демонстрация коллапсу органов, выполненной власти, которые не способны вырегулировать это вопрос с законодательством русского, маючи все важные впливы, маючи все важные, взагали, у керувания цими процессами. Потому что у нас в краине не Министерство охраны здоровья призначает керевников учебного заклада, а Печерский суд. За развитием событий в Одесском медицинском университете продолжат следить Александр Тарасенко, Владимир Ульянов и весь седьмой канал. Ну а мы продолжаем. Вы смотрите итоги недели. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересного. В Одессе прошла третья международная конференция «Грейн-Юкрейн». Обсудили вызовы и риски зернового сезона. Мы сегодня лидеры мирового производства зерновых, но с точки зрения нашей эффективности мы где-то в средних веках находимся примерно. О достижениях, проблемах и не только. Дождь спорту не помеха. В Одессе отметили День физической культуры. В ноябре на Одесской киностудии начнется подготовка к созданию историко-приключенческого фильма «Память солнца». Это пригодницкий фильм про отважного казака, задунайского казака Андрея, который спасает полону, отец своего любимого. Более 400 крупнейших представителей агросектора собрались на третьей международной конференции «Грейн-Юкрейн-2018». В этом году тема номер один – вызовы и риски аграрного сезона. Подробности в сюжете Екатерины Банковой. Риски и вызовы аграрного сезона. Именно это и стало главной темой обсуждения на международной конференции «Грейн-Юкрейн-2018». Мы сегодня лидеры мирового производства зерновых, но с точки зрения нашей эффективности мы где-то в средних веках находимся. Одна из основных проблем агрорынка – неэффективная логистика. Весь груз, который сняли с автомобильных дорог из-за висовых нормативов, перевели на железную дорогу. Однако укрозерезный с нагрузкой не справляется. Рост производства сейчас в аграрной отрасли выше, чем рост возобновления и модернизации инфраструктуры. Соответственно, есть дефицит инфраструктуры, в том числе на железнодорожном автомобильном транспорте. Укрзалезный осуществляет около 50% экспортных и 60% грузовых перевозок в стране. При этом 80% тягового подвижного состава изношено. При отсутствии изменений можно ожидать уменьшения пропускной способности железной дороги. Выходом могло бы быть поднятие тарифов в три раза. Однако без согласования с госструктурами это невозможно. Там нужно, должна быть задействован и кабинет министров, и Верховный совет, и министерства профильные наши, для того, чтобы мы степ-бай-степ, компенсаторы, которые смогут снизить вот эту базовую ставку, чтобы они были запущены. Но если мы говорим про сегодня, на моменте, когда этого нету, мы должны просто увеличить эту ставку, но так же само мы не имеем права этого сделать, потому что это государственное регулирование цены. Еще одной ключевой проблемой аграрного сектора является мораторий на продажу земли. Сейчас в профильном министерстве занимаются решением технических вопросов, связанных с запуском рынка земли. Один из, наверное, самых больших страхов на сегодняшний день, который существует, и который связан с рынком земли, с открытием рынка земли в Украине, это есть то, что маленькие фермеры, маленькие производители, у которых, не знаю, до 500 гектаров земли, например, есть в аренде, что они не смогут себе позволить эту землю потом, соответственно, приобрести. Снятие моратория даст толчок развитию аграрного сектора и привлечет иностранные инвестиции. Вот только пока конкретных дат запуска реформы никто назвать не может. На это есть причины политического характера. Я думаю, что эта проблема не решится, до выборов не решится. Это так называемая непопулярная реформа. Некоторые наши политики приложили усилия к тому, чтобы замечательность этой идеи свести на нет. И сегодня, я думаю, это будет в некотором смысле политическим самоубийством, если сделать эту реформу. Она очень нужна, ее обязательно нужно делать. Без нее мы не вырастим в огромную аграрную державу. На сегодняшний день Украина экспортирует продукцию агропромышленного комплекса на рынки Азии, Европы и Африки. Для того, чтобы увеличить прибыль от экспорта, нужно начинать экспортировать готовую продукцию, а не сырье. У Украины уникальная ситуация как раз заключается в том, что мы можем обеспечивать полностью и себя. То есть у нас вопрос продовольственной безопасности не стоит. И при этом быть довольно серьезным таким вот игроком на экспортных рынках, на глобальных рынках. При этом действительно, и это для меня тоже важно как для представителя правительства, как для представителя профильного министерства, это то, что мы должны на этом экспорте зарабатывать больше. А зарабатывать мы сможем больше только если будем развивать глубокую переработку, если будем продавать готовые продукты, о которых говорили спикеры под брендом Made in Ukraine. Что касается сбора урожая в этом году, Ольга Трофимцева подчеркнула, значительных потерь в связи с неблагоприятными погодными условиями в сборе зерновых не будет. Екатерина Банкова, Игорь Казанжи. Итоги недели. Седьмой канал. Спорт как смысл жизни. Ко дню физической культуры наградили выдающихся тренеров и спортсменов Одесской области. Своим умением чемпионы продемонстрировали на показательных выступлениях перед зданием обладминистрации. Не помешал даже дождь, хотя программу выступлений все же пришлось сократить. Наши корреспонденты собрали самые яркие истории спортсменов о них в сюжете Ксении Сетинской. Красивые показательные выступления, грамоты и теплые слова чиновников. Так в Одессе отмечали День физкультуры. И даже дождь не помешал спортсменам достойно выступить. И гордиться действительно есть чем. Одесские спортсмены возвращаются после международных престижных соревнований с победами и славой. Однако вся отрасль держится только на энтузиазме, говорит тренер по фехтованию Александр Васютин. Этот вид спорта достаточно дорогой. К примеру, самое дешевое обмундирование будет стоить около 400 евро. Оно прослужит пару лет. Но за это время спортсмену нужно показать себя на соревнованиях за границей. Это Польша, Болгария, Румыния. Вот туда мы, конечно, ездим. Но очень много соревнований. Это где-то в районе 150-200 евро, можно сказать. А вот такие соревнования, как Германия, Франция, в Лондоне очень много у нас турниров. Но туда наши дети уже не ездят, потому что там уже стоит и 500, и 700, а в Лондон поехать это и полторы тысячи. В Одесской области сейчас два выдающихся фехтовальщика. Среди них Андрей Ягодко. Он отдал этому спорту более 20 лет. На первую тренировку его привел отец. Хоть поначалу и не понравилось, теперь без фехтования Андрей не представляет свою жизнь. Сначала было тяжело. Я смотрел, как видели слезы, кричал, заверите меня оттуда. Отец настаивал. А я 20 лет занимаюсь фехтованием, даже больше, 22. Вот. И как бы, ну, это часть моей жизни, большая часть. Стрельба из лука тоже дорогой вид спорта. К примеру, сам лук с тетевой обойдется в 300 евро. Плюс к нему нужны дополнительные приспособления. В целом тот, кто захочет заниматься профессионально, должен потратить полторы тысячи евро, рассказывает 16-летняя Лиза. Она в этом спорте 8 месяцев. Говорит, мечта стать лучницей появилась в детстве, после просмотра мультфильмов про Робина Гуда. Гораздо интереснее, гораздо больше новых каких-то познаний, потому что в мультиках берется, натягивается с английского лука, без прицела, без ничего, а тут уже серьезное оружие. В Одесской области несколько сотен тысяч спортсменов, и у всех своя уникальная история. А самое главное, для каждого спорт стал неотъемлемой частью жизни. Ксения Сетинская, Евгений Ячменцев. Итоги недели. Седьмой канал. Уже в ноябре этого года на Одесской киностудии начнется подготовка к созданию историко-приключенческого фильма «Память солнца». Бюджет картины по украинским меркам достаточно внушительный – 28 миллионов гривен. Снимать киноленту планируют в апреле 2019 года. Символично, что это год, в котором Одесская киностудия отметит свое столетие. Подробности о масштабном проекте в репортаже Сергея Кюрчубаша. По сюжету художественный фильм «Память солнца» погрузит зрителя в события конца 18 века. Атаманская порта и Задунайская сечь ведут борьбу с Российской империей за Северное Причерноморье. Историко-приключенческая драма по замыслу авторов предназначена для семейного просмотра и раскрывает непростую тематику задунайского казачества. Напомним, еще в 2016 году проект фильма «Память солнца» победил в девятом питчинге Госкино. Однако летом 2018-го новое руководство киностудий усилило творческую группу. А 3 сентября комиссия Госкино одобрила обновление. Руководство киностудии предполагает, что сможет уложиться в 28-миллионный бюджет. Ведь значительная часть реквизитов, а также съемочных площадок и павильонов имеется на Одесской киностудии. Это тоже будет в съемках нового фильма все используют? Вот эта, да, натура будет использоваться. Она, конечно, чуть-чуть модернизируется, потому что она стоит уже там почти 2,5 года, да. Она немножко модернизируется, дожди, снега и все остальное. Но, тем не менее, здесь же будет рыночек какой-то турецкий. Здесь будет дом, ну, или Ахмеда Паши, или кого-то из турецких персонажей. И казак Андрея, который влюблен в девушку, будет пытаться ее украсть. Освободить. Освободить, да. Выход фильма «Память солнца» на большие экраны запланировали на 2020 год. Сергей Кирчубаш, Алексей Серезнев. Итоги недели. Седьмой канал. Это вся информация, которую подготовили наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за всеми событиями в Одессе и области. Оставайтесь с нами, это наш город и ваш седьмой канал. Субтитры сделал DimaTorzok